Здравствуйте, друзья мои! Большущий вам всем привет! Это ваш покорный слуга, пластический хирург Дарья Рейн. И сегодня мы вместе с вами поможем этой милой девушке, по совместительству она, кстати, принцесса, стать красивой, нежной, такой вот женственной. Ну, в общем, мы ей поможем стать красавицей. И, конечно же, мы поможем не только ей, а поможем еще ее милому котику, над которым, видимо, поиздевался младший братик принцессы. Я даже не знаю, кто над ним поиздевался, но мы сегодня всем им поможем. А если вы тоже меня поддерживаете и хотите помочь принцессе, я думаю, что вы поддержите ее лайком, поддержите лайком этот ролик, и мы с вами постараемся помочь ей. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получится из нашей... О-о-о-о... Да, ребята, пациент скорее жив, чем мертв, как было у нас сказано в одном мультике. Нам нужно ей хоть какие-то брови выбрать обычные пока что. Давайте вот такие вот тоненькие. Честно вам сказать, я даже не знаю, за что браться. Вот как обычно у нас начинаются эти челленджи, и я не знаю, за что мне браться. Потому что оно все слишком так вот... Вот такое вот все вот странненькое немножечко получается. Я действительно хотела попробовать здесь из этого человека принцессу. То есть вот, чтобы она у нас действительно была похожа на принцессу. Но как у нас-то получится, я не знаю, честно вам сказать. Вообще без понятия. Но мы будем стараться. Так, потому что не зря она называется принцесс. Ну, будет принцесс. Правда, она у нас почему-то стремится к врагу народа, но мы будем помогать ей становиться не врагом народа, а наоборот становиться красавицей. Ой, ребята. Ой, ребята, чует в мое сердце, что будут у нас проблемы. Это, наверное, может быть... Ну, я надеюсь, что не будет первый наш фейл. Очень бы не хотелось, чтобы мы с вами зафейлились, потому что будет крайне обидно. Надо придумать, что с ней делать. Надо придумать, надо решить. Чего тебе не хватает, принцесса? У тебя какой-то странный немножко рот. Давайте мы ее поднимем. И подбородок тебе поменяем. И рот немножечко увеличим. Слушай, а сколько тебе лет? Ты же вроде молодая, а у тебя как бы эти... Ну, ладно, допустим. Допустим, я не буду комментировать. Так, что с твоим носом сделать? Что сделать? Тихо. Тихо. Нос. Почему у тебя зеленые брови, дорогая моя? Это брат тоже постарался. Но будем считать, что наша принцесса никогда не была красавицей. Допустим, она у нас должна быть королевского рода. Ну, она у нас из королевского рода, все дела. Но, к сожалению, она не красавица. И, как вы понимаете, ее отец должен выдать замуж. А желающих-то особо и нет. И вот что-то надо делать. И он призвал всю королевскую... Скажем так, всех королевских пластических хирургов, чтобы они смогли помочь его дочери. Но, как вы понимаете, не все хирурги справляются. И призвали на помощь меня. Но я боюсь, что я тоже могу что-то не так сделать. Мне уже немножко страшно. Так, как бы с твоим носом? Вот не понимаешь, что... Мама, ну куда? Что за глюки? Хотя хороший глюк, но... Какой-то нос совсем маленький становится. Надо у тебя немножко ноздри... А, ноздри уже меньше некуда, ребят. Ну да, ну вот как-то так. Кончик носа. Что с твоим кончиком? Да ничего с твоим кончиком носа. Мы ничего с тобой уже не сделаем. Кончик носа. Брови как-то надо ее в глаза пустить, мне кажется. А, ну да, у нас же глаза не отделяются от бровей. Поэтому придется нам вот такую ее использовать. Так, немножечко уменьшим зрачки. И опустим вот так вот. Вот так как-то тебя опустим. Такая-то действительно злюка. Не надо быть злюкой. Надо быть доброй, милой и хорошей. Слушайте, ребят, прям проблема. Прям вот у меня проблема. Проблем. I have a problem. Так, ну так получше, типа. Ну вот так мы можем сами сделать. Я предлагаю брать ее веснушки. Ага, вот так уже. Точно, я думаю, что она вся в морщинках у нас? Она же должна быть, она же молодая. Ну, такая, относительно молодая получается. Я бы не сказала, что у нас прям совсем молодой персонаж. Но он не выглядит такой уж совсем. Моложавенький, там, лет 18. Но будем стараться сделать принцессу. Так, принцесса, моя дорогая. Что с твоими глазами сделать? Скажи мне, пожалуйста. Подскажи мне. Так, давай мы немножко тебе... Ну, как-то... Как-то, конечно, вот так вот сделаем. Мне, честно говоря, ее глаза не очень нравятся, ребят. Я не знаю почему. Но как-то вот они странно у нее выглядят. Нос. А можно тебя чуть ниже? Чуть уже, чуть ниже. Ну, как-то так. Ну, у тебя челюсть очень выступает. Губы некуда. Ну, вот. Сделаем немножечко вот так. Губы я не могу убрать. Понимаете, в чем проблема? Это плохо. А зато мы можем вот так сделать. Как-то так. Ну, вот нос, знаете, вроде в профиль нормальный... Ну, точнее, вот так он нормально выглядит. А так мне он как-то... Вот горбинка хотя бы, может быть, она у нас будет... О, ребята, да ладно. Мы хоть какой-то нос ей сделали. Так. Ну, вот пусть будет такой вот носик. Глаза. Что с твоими глазами сделать? Я уже, честно говоря, запарилась. Тебя спрашивать, моя дорогая? Это какая-то грустная получаешься. Я бы еще чуть поменьше глаз... Глаза... Ее бы сделала радужку. Я думаю, что мы ее накрасим, ребята. Тогда, наверное, уже будет виднее, что с ней делать. Потому что пока что у меня никаких толковых идей нет, что с ее глазами. Хотя, в принципе, и такая вот симпатичная. Так, я думаю, что брови мои должны сделать красивые. Ну, не такие прям уж красивые. Надо и какие-нибудь более натурально-человечные, что ли. Так, это какие-то странненькие. Что тебе выбрать за брови, дорогая моя? Надеюсь, что мы тебе их выщипаем. Нет, конечно, можно было бы тебя и с ней выщипами, но и оставить. Но давайте хотя бы, может, что-то типа такого. О! Понимаете, ребята? Это ощущение, что они у нее упали прямо на глаза. Сейчас попробуем поднять их. Вот так хотя бы. Так. Ну, вот так уже будет получше. Я хочу поменять ее цвет глаз. То есть пусть он у нее будет какой-нибудь, например... Светло-зеленый, что ли? А давайте зеленые, действительно, такие вот прям как ведьминские глаза. Я хочу немножко и щечки увеличить. Нельзя? Да ладно. Чуть-чуть. То есть чтобы у нее такое лицо было... Ну, я даже не знаю. Вот так мне как-то побольше нравится. Да, ребят. Это какой-то слишком сложный получился у нас челлендж. Предлагаю ей реснички дать. Реснички. Вот как-то так. Вот у нас появились теперь реснички. Да, стоп, ребят. Мы же забыли. Мы же с вами любим скинтона использовать. Мы сейчас ей что-нибудь подберем. Более-менее натуральное. Это, по-моему, мужской, да? Или это бабский? Или это мужской? Я предлагаю выбрать, наверное... Ну, она, понимаете, она какая-то... Вот давайте вот такой. Мне очень нравится такой вот матовый оттенок кожи, когда у них получается. Оно смотрится очень даже симпатично. Так, я надеюсь, что мы тебе сможем накрасить. Что этот скинтон не перекроет... Нет, не перекрывает, это радует. Он нам не перекрывает ничего, что нам нужно. Так, сделаем так. Так. Такс. Ну, вот так. Вот возьмем тоже такие вот тени в цвет ее глаз. Это у нас дополнительные ресницы. Ну, в принципе, можно ее такой пышной ресницей сделать. А теперь посмотрим, что у нас есть для лица. Тут она какая-то подгоревшая. Хотя мне лично нравится такой вариант. Но мы же не хотим подгоревшую принцессу. Так, что у нас есть еще? Ну, это совсем хайлайтер какой-то с ума сошедший. А тут тоже у нас как-то все. Зеленый хайлайтер. Нет, у меня есть, конечно, зеленый, но... Все-таки лучше его не особо-то часто использовать. Это слишком скульптурирование у нас пошло. Не. No. Nope. Не хочу. Вот тут можно было что-то выбрать более... Не, ребят, она как будто бы с подиума сошла. Да, чудесно. Вот именно тот бы мы с вами и оставили. Что-то мне на ней ничего не нравится самое смешное. Можно, конечно... Вот это ладно, подгорело и подгорело. Мне просто нравится этот блик на носу. Это у нас какое-то черное скульптурирование. Давайте возьмем тогда вот этот. Вот такой у нас пусть будет вариант более-менее реалистичный. И губы. Губы, кстати, мы можем ее чуть-чуть увеличить и сделать такую вот улыбочку. Так, а что мы можем еще с твоими губами-то сделать? Какие тут у нас цвета есть? Ох, ребят, у нас тут оттенков просто море. Может быть, нам тебе взять какой-нибудь цвет в стиле... В стиле... Не, мне, кстати, тот вариант очень понравился. Давайте вот такой. Только я хочу немножко и губы увеличить. Чуточку. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну, раз принцесса, то она, знаете, решила, что будет она у нас совсем красавицей такой вот. Так, хорошо. Допустим, у нас готово лицо. А теперь... Что есть прическа сделать? Не, дорогая, никаких розовых волос. Я понимаю, что ты очень хочешь, но нет. Хотя, знаете, мне хотелось бы все-таки немножко убрать ее челюсть. Ощущение, что она такая вот массивная-массивная у нее. А я не могу ее убрать. Во-первых, еще немножко меньше глаза. Я уже смотрю, надо поменьше. А я ее никуда не могу, ребят, только шире. К сожалению. К сожалению, день рождения. А нет. Могу немножечко, могу, видите. Совсем чуточку. Скулы. А эта штука у нас тоже не наращивается в щеке. Ну, вот так, мне кажется, будет чуть получше. Потому что у нее, знаете, совсем такая вот квадратная челюсть была. Я думаю, что мы ей должны... Прическу я не оставляю, не переживайте. Я хочу ей сначала тело сделать. Как мы делаем обычно в прошлых челленджах. Пусть у нас будет тело. Так, талия пусть будет. Бедра. Добавим ей... Уберем животик. Попу увеличим. Куда уж у нас принцесса, да без попы. Ну, чуть-чуть талию сделаем ее более такой вот... Сейчас какой-то сколиоз, дорогая моя. Вам так не кажется? Грудь у нас есть. Живот мы с вами, в принципе... Нет, попу чуть меньше можно. Так, ну вот так хотя бы. Ноги чуть-чуть толще. Ну, что у нас такая получилась? Принцесса как принцесса. Получается практически песочные часы, как видите, у нее фигура. Очень так вот соблазнительно-женственная. Ноги нормально, но в целом нормально. В целом уже подошло, скажем так, неплохо ей проходит. Только надо что-то с волосами сделать. Все равно у нее какое-то, честно говоря, мужские черты лица. Я даже не знаю, с чем это связано. С носа, с губами. Сейчас губы, кстати, будем уменьшать. Так, волосы. Что с твоими волосами-то делать, дорогая моя? Честно вам сказать, я даже не представляю, что ее сделать. Я бы хотела какие-то длинные волосы. Но, как видите, как-то она... Все волосы... Мне не очень нравится ее цвет кожи, ребят. Я его, скорее всего, поменяю, потому что... Ну, как-то он такой вот слишком желтый. Слишком неестественный, на мой взгляд. Хотя я могу ошибаться. Видите, у нее вообще какие-то такие вот крупные черты лица. Ну, это моя любимая прическа. В целом могу использовать эту. Я думаю, что вы ее уже в некоторых летсплеях у меня видели. Просто мне очень нравятся эти волосы. Мне пипец они нравятся, да, учитывая, что они у нас из нелюбимой рубрики нашей... По-моему, это как у нас называется? Альфа-волосы. Но мне они реально нравятся. Вот именно вот такой вот вариант волос мне нравится. Поэтому мы так сделаем. А теперь надо с губами. А тут такое ощущение, что они у нее распухли. Так, давайте вот так. Аккуратненько. Вот, я думаю, что вот так будет немножечко получше. К сожалению, все равно челюсти я уменьшить себе не могу, ребят. Сори. Сори. Никуда без этой челюсти. Поэтому придется нам ее такую терпеть. Такс. Во. Во. Вот так мне нравится даже больше. Ну что. Все равно какое-то квадратное лицо, ребят. Честно вам сказать. Не могу понять, что ей... Что ей делает такое лицо квадратным. Можно немножко нос увеличить, мне кажется. Вот тут чуть меньше. А вот тут чуть крупнее. Вот. Честно вам сказать, я хочу поменять ей цвет. Во-первых, цвет глаз, кстати. Мне кажется, что ей такие глаза... И лучше потемнее вариант. Будет. Хотя бы такие вот темно-зеленые. И... Ребят, это сложный челлендж. Это пипец какой сложный. Давайте так хотя бы сделаем. Я хочу поменять цвет кожи. Ну, он очень желтый. Вы сами видите. Какая-то вообще бледная. Ну, давайте хоть такой. Как-то вот поживее, что ли, она будет. Слушайте, это у нас качок. Такой вот перекачанный качок. Платье. Я думаю, что как любая принцесса, она должна ходить в платье. Так, ну это совсем у нас такое вот платьице необычное. Нам нужно что-нибудь такое вот классическое. Можно было, в принципе, такое взять. Но я думаю, что это у нас уж слишком. Так, можно такое выбрать. И такое у нас есть. Как видите, у нас много всяких таких вот свадебных вариантов. Я бы взяла что-то... Принцесса. Какое бы платье, кстати. Вот такое. Мне очень нравится платье. Очень симпатично смотрится. Текс. Текс. Вот это, кстати, красивое. Но я думаю, что, кстати, вот это мне черное нравится. Но оно мне не нравится внизу. Ух ты. У нас даже вот такое есть, ребят. Угу. Голубое. Слушайте, что у нее с грудью? Какая-то грудь у нее убежала, по-моему. Отдельной жизнью живет. В принципе, мне, кстати, вот это очень нравится. Такой вот красивый у нее узор. Это мне нравится меньше на ней. Ну, это у нас какие-то вечерние уже платья. Это, кстати, у нас у Дейенерис было похожее платье из Игры Престолов. Да. Ой, это я про голубенькое, если что, говорила. Это у нас платье Бейль. Это у нас платье Невесты. Ну, остальные какие-то никакие пошли. Я бы, наверное, остановила свой выбор. Давайте на... Не знаю, ребят. Давайте на вот этом. Оно мне очень нравится. Такое вот... Те нет, мне его верхний нравится. Что у нас вот это? Ну, это тоже не какое-то не принцессовское платье. У нас есть вот такое. Да, с ананасами, ребят. С ананасами мы ее отправим. Хочется просто, чтобы оно было красивое и сверху, и снизу. А мне вот часть, допустим, платьев просто не нравится. Вот верхняя часть или, наоборот, нижняя. Слушай, принцесса, ты какая-то странная у нас. Ты какая-то слишком сложная. Тебе сложно платье подобрать. Можно, конечно же, такое-то у нас будет какая-нибудь современная принцесса. Или же вот это. Почему бы и нет? Ну, это такие, знаете, платья попроще. Давайте вот это возьмем. Оно мне всегда, в принципе, нравилось. Мы можем его, правда, сделать каким-нибудь, например, лиловым. Вот таким вот фиолетовым, например. И какие-нибудь туфельки под цвет подобрать. Так, ботиночки, босоножки. Что-нибудь такое вот лиловое у нас есть. Ну, нет, это точно не тот вариант. Золотистые, мне кажется, сюда больше пойдут. Давайте вот такие вот золотистые. И можно ей добавить какие-нибудь украшения. То есть, ну, как вам сказать, в целом мне не очень нравится, как она получилась. Но мне нравится посреди тем, что было. Она мне, ну, понятное дело, что она получилась, мне кажется, получше. Вот мы можем ей какие-нибудь вот такие вот сережки выбрать. И я просто не назвала бы ее молодым симом. Я бы ее назвала такой вот, ну, симкой уже взрослой. Так, ну, это совсем... Кстати, шею. Шею тебе надо поменьше взять. Может, кстати, шея играла роль? Может, потому что у нас шея была достаточно крупной? То и казалось, что она у нас самокрупная. Так, а ну, покажись. Ребят, ну... Так уже получше. Ей только мне... Не, ребят, не знаю, что-то мне ее нос не нравится. Будет смеяться, но у меня претензия к носу. Мне кажется, чуть меньше надо его сделать. Вот так. Хотя бы вот так. И ладно, уже возвращаем ее скулы. Может, так она будет как-то выглядеть получше. И ее, наверное, кстати, 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 что у меня подозревает... Подозрение, можно ей сделать чуть поменьше подбородок. Так. Чуть поменьше. Чуть повыше. Но вот как-то так. Как-то вот так, наверное, получилось. Ну, в принципе, в целом. В целом, в принципе. Как вы знаете. Так, давайте посмотрим, что у нас есть из браслетов. Браслетики. Мне нужен красивый золотой браслетик. Ну, вот. Кстати, смотрите, как идеально вписывается. Такой вот серебре золотистое с фиолетовым. Так, а что у нас есть еще? Нет, это у нас медный такой вот. Ну, вот такой вот золотистый. Я бы еще пару колечек бы выбрала. Что это у нас за колечко? Белое? А нет, хотя нет, желтенькое такое вот. Ну, кстати, если ты у нас принцесса, то давай ты будешь у нас ходить в короне. Только корону я бы, наверное, тебе взяла другую. Не, ребят, будем другую корону брать. А где мы ее взяли? Где мы взяли корону? Все, убираем и... Стоп. Откуда у нас корона? Корона у нас из браслетов? Серьезно? Серьез ли? Ребят, а откуда корона? А, все, корона пропала. То что-то смотрю. Корона, корона. Так, где мой браслет, который мне понравился? Ребят, я его потеряла. Я его потеряла, как обычно. Давайте какой-то другой выберем. Что-то нет, это слишком розовый. Где у нас браслеты? Вот этот у меня был. А, вот он, фиолетовый. Все, хорошо. А на левую руку, я думаю, что все-таки что-то подругое возьмем. Может, такой? Мне нравится. Правда, он слишком такой вот, ну, светлое золото. Но все равно. Можно, кстати, какой-нибудь, может, букетик? Кстати, давайте его с букетиком. Допустим, она у нас будет выходить замуж. Ее муж еще не видел никогда. Но думает, что, допустим, она какая-нибудь там страшная. На самом деле, она такая, хопа, выходит. А тут красавица такая с букетиком. И я ей предлагаю... Хотя это не свадебное платье, но не важно. И я предлагаю... Что-то у меня в голове вертилось, ребят? Хотела вам предложить... А, корона. Давайте по поводу короны посмотрим. У меня были короны? Так. Это у нас что такое? Нет, это нам не подойдет. Можем ей крылья феи добавить. Нет, эта штука нам тоже не нужна. Можем ей рожки добавить. Но рожки нас тоже не интересуют. Нет, это все не то. Стоп, а что, у меня короны пропали? Да ладно, ребят. Шутите, что ли? Где мои все короны? А, вот они. Фу ты. Я их не заметила. Это не видна корона. Это тоже. У нас есть такая, такая. Ага, ну вот эту верхнюю можно разместить. Допустим, она там где-то в волосах у нее потерялась. Ну, в общем, ребят, вот такая у нас какая-то принцесса получилась. Соу-соу, я вам хочу сказать. Она мне нравится. Ну, то есть симка миловидная, но... Я бы... Я помладше бы сделала. То есть, как бы, она у нас вроде молодая. Но мне кажется, что она гораздо старше, чем выглядит. Ну, и давайте перейдем дальше. У нас котик. Милейший котик. Такой вот милый-милый-милый. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Сейчас бы я хотела, во-первых, перекрасить. Давайте его сделаем такого вот серого цвета. Котик. Котик, с тобой все в порядке? С тобой точно все в порядке? Какой ты породы смешанная? Ну, это хорошо, что смешанная. Хорошо, что хоть не смешная. Но мне котик этого уже жалко. Так. Глазки. Глазки. Что с твоими глазками можно сделать? Я хочу глазки его передвинуть. А то они у него куда-то съехали. Так. Вот это уже получше. У нас, знаете, такое ощущение, что котика кто-то откормил очень сильно. Котика кто-то очень сильно любил и кто-то очень сильно откормил. Да, котик? Признавайся. Тебя откормили? Так. Немножко уменьшим. Какой ты грустный. Вот так. Котик, мы тебе сейчас поможем. Ты, главное, не переживай. А уши у тебя все еще закрашены, получается. То есть цвет все еще есть. Давайте вот так мы ушки сделаем. Я понятия имею, что это могла быть за порода кошки. Так. Ну вот как-то так. Я хочу ему уши заклеить, закрасить. Стоп. Какого бы цвета. Если он у нас серенький, то ушки можно вот так... А, ничего мы с ними уже не сделаем. Это у него они такие есть. Все, ребят. Ушки мы уже сами не трогаем. Значит, у нас такой вот пушистик. Я думаю, что стричь мы его не будем. Мне нравится, что он пушистик. Он такой пушок. Мы можем его пушком назвать. Мне нравится его хвостик, лапки. Чуть-чуть поменьше можем сделать. И поменьше. И в целом... Вот такой у нас получается котейкин. Так, надо как-то шею давать, чтобы она у нас уходила. Голову увеличим. Такс. О! Вот это мне уже нравится. Блин, ребята, миленький котик получается. Мне так он нравится. Я предлагаю какую-нибудь раскраску выбрать. Что бы для тебя взять на такое? Покрас, покрас. Можно было бы, конечно, какие-нибудь полосочки ему давать. Но оно будет не в тему. Мы можем, в принципе, ему нарисовать вот такие пятнышки. Но мы это сделаем, знаете как? Мы возьмем, допустим, более светлый серый, например. Вот такой. То есть, чтобы оно не особо... Нет, не такой вот такой. Чтобы он не особо бросает с глаза с одной стороны. Но в целом... Так. Посмотрим. То есть, как бы у него есть другая раскраска и нет другой раскраски. Как бы, короче, никто ничего не понимает. Такс. Оп. Отлично. Хотя, знаете, я бы потемнее сделала. Ага, это какой-то коричневый. Коричневый. Вот такой можно, кстати, сделать. Он практически совпадает с нашим. А, смотрите, я сделаю не полностью. То есть, как бы, часть у нас будет сероватая. Часть, то есть, чтобы он у нас не полностью был прокрашен. Смотрите. Вот такой вот вроде бы, как будто бы переливается у него шерсть. И какие-то как отметинки есть. Ну что, друзья мои. Вот такой у нас получился Котейкин. Он, мне кажется, такой, знаете, вот такой вот важный товарищ. А ну-ка, давайте посмотрим. Он у нас бродяга, вольный и активный. Ну, мне нравится. Вот он такой, знаете, вот кот. А, так что это мы паримся? Ну-ка. Ну-ка. Почему мы его не переодели? Это же котик. Смотрите, конечно, шапочка у нас есть. Это какой-то уже, знаете, вариант Мэра Усикова. Ха, это не нравится. У меня тут есть парочка всяких сисишных материалов. Вот такой у нас, кстати, моднявый можно... Моднявого котика у нас... Кстати, кто это? Это девочка? Нет, там мальчик. Мальчик, если ты... Если ты мальчик, то почему ты джин? Ладно. Ну, хорошо, допустим. Стоп, возвращаемся к телу. Снимаем с тебя все. Мы не будем на тобой издеваться. С бантиком, кстати, можно было бы его сделать. Нет, ну это издевательство над котиком. В котик суши тоже не пройдет. Был бы ты девочка, я бы тебе вот такое платьице напялила. Но ты не девочка. Так. Вот так у нас есть няшный свитер. Можем няшный свитерок выбрать. Он розовый, понимаете, ребят, в чем проблема? Разве что тогда вот такой синенький. Почему ты разговариваешь? Какие ноты? Дорогой мой. Вот мы тебе голос поменяем. Допустим, он общался у нас с енотами и привык к енотовскому голосу. А мы ему сейчас поможем. Так, головные уборы. Хочется что-нибудь... Можно еще вот такое платьице, ребятки. Бантик. Я думаю, что будет без бантика. Это мальчик. Это брутальный мальчик. Ну, мальчик, правда, с другой стороны... Нет, давайте просто его в этой самой оставим. Хотя можно было бы вот в таком вот цилиндре. Тогда мы с него должны снять... Вот так сделаем. Ку-ку. А что, мы не убираем? Все. Я думаю, что мы его сделаем в цилиндре, ребятки. Пусть он у нас такой вот будет модный котейкин. Вот, посмотрите, какой у нас симпатичный получился котик. Вот такой он, правда, немножко грустный. И его хозяйка принцесса. У нас вот такая вот девушка. Немножечко странноватая на вид. Хотя мне нравится. В целом получилось очень даже неплохо. Ну что, друзья мои, я надеюсь, что вам понравился челлендж. Если вы хотите больше о Glitter Beauty, то обязательно ставьте лайк. И нажимайте на колокольчик возле подписки, чтобы не пропустить новые интересные серии. Я же вам желаю хорошего настроения. Уже увидимся в новых роликах. Всем добра, позитива. Пока-пока.